Девушки отдыхают Старая добрая оперетта Любимица ростовчан еще с той поры, когда в 19 веке неугомонный Вальяна Привез из Парижа первые партитуры и поставил за один только год в нашем южном городе 35 спектаклей Отсюда они разошлись по России Официально театр музыкальной комедии был открыт только в 1931 году Ростовскую оперетту знал весь Советский Союз И сколько раз звучало у вертюра Штрауса к летучей мыши, город не считал В последний год 20 века произошло событие долгожданное Старый театр получил новый дом, а еще новое имя Уже в сентябре 99-го сдача первой оперы Никто не предполагал, что в зал, который штатно вмещает тысячи человек, пришло более пяти тысяч И они разместились на балконе, за кулисами, в оркестровой яме, на колосниках, в проходах Они сидели на полу пять тысяч человек Это вот так общество ждало открытия нашего театра Каким невероятным напряжением давались эти первые годы Все нужно было делать в один момент Комплектовать труппу, создавать оркестр, ставить оперные спектакли И адаптировать на новой сцене опереты Кто бы им ни сказали, они никогда не говорят нет Они всегда... Ну попробуем, Эрис, попробуем Приглашали профессионалов не только из России, поверивших в красивую мечту Я могу повернуть, а потом я баланс потеряю Вряд ли кто-то всерьез мог ожидать, что очень скоро под этой крышей появится балет Но всего через год с небольшим премьера Жизели Посмотрите на эти кадры, они сняты в тот самый день Я присутствую на премьере, я потрясена Ну ладно, танцовщики приглашенные, известные, заслуженные Это одно, но то, что Жизель, мы знаем, требует великолепного кардебалета И когда это было сделано на таком высочайшем уровне Я поверила, поверила, что балет в нашем городе будет Что балет будет на непровинциальном уровне На ростовской сцене в той же редакции Жизель идет уже более 20 лет Золотая маска представляет спектакль «Мадам Баттерфляй» Ростовского государственного музыкального театра Фестиваль «Золотая маска» стал первым большим экзаменом для театра Оперу Пучини «Мадам Баттерфляй» поставили американский дирижер, художник и режиссер из Санкт-Петербурга Но на сцену вышли наши актеры Главное, что я услышал хорошего, это то, что они играют в свое удовольствие Они знают, что они делают Они знают, где они могут тронуть Они знают, где они властвуют Неожиданно сложилась судьба этого спектакля С него начались зарубежные гастроли театра Три года подряд эту оперу восторженно встречали в главных театрах Великобритании В Арабских Эмиратах оперу прежде не знали Первым оперным спектаклем, который увидели жители страны Стала ростовская «Мадам Баттерфляй» Ростов, браво! Музыкальная часть режиссура превышает все мои ожидания И главная исполнительница этой партии тоже хорошо проникла в такую сложную роль Можно сказать, что ставить пучине может только театр, который имеет очень зрелый, очень хороший коллектив и очень хороший потенциал Первые две золотые маски театру принес спектакль «Леди Магбет» Мценского уезда Возможно, для молодой оперы было дерзостью взяться за сложнейшее музыкальное полотно Шостаковича Но они смогли создать спектакль «Откровение» и победили И хотя в театр пришли оперные страсти, легкомысленная оперета вовсе его не покинула 2006 год Первые столичные гастроли театра в новом статусе ростовского музыкального С 90-го года у нас не было гастролей Представляете, сколько же лет прошло? Первые мои гастроли с тех пор Наверное, это необычно и для зрителей Большого театра, и для Большого театра вообще, а для нас, конечно В афише три оперы и оперета Офенбаха «Орфей Ваду» Теперь я вижу, что вместе с новыми стенами они пытаются обрести еще какой-то новый художественный смысл Что очень хорошо Завести вместе с новой мебелью какое-то новое понимание театра современного Ну дай бог, чтобы это все у них прошло За эти годы стало привычным, что наш театр стоя приветствует большие залы во Франции или Мексике, Испании или Катаре Теперь в Лондоне, прямо в сердце Лондона После нас через два года Ковенгарден поставил царскую невесту Так что мы их завели, мы были толчком, чтобы в Англии 80 лет не ставили, после нас поставили Стремительно развивался балет В городе появилось хореографическое училище Народный артист России Алексей Фадеичев поставил на ростовской сцене, кроме Дун Кихота, Спящей красавицы, Ромео и Джульетты, два эксклюзивных балета Их решили показать на столичной сцене в год 80-летия театра У Москвы мы первый раз, это для нас ответственная вещь А «Гамлет» и «Драма на охоте» два спектакля мы привозим Я думаю, что это будет интересно, потому что подобных спектаклей не существует нигде, кроме как на нашей сцене Каждый вечер в зале аншлаг, но был в публике особый зритель Попался я, да? Все-таки, так сказать, схватили меня Понравился «Гамлет», мне понравился стиль И хореографический очень, так сказать, хорошо делал Есть хорошие солисты, которые очень эмоционально хорошо работают Я просто не ожидал Позади сотни премьер Театр азартно осваивал классику Безе, Рассини, Пучини, Чайковский, Прокофьев Они так много работали, что сцена не выдержала Пол истончился Зато теперь у нашего театра новое зеркало сцены Ростовский композитор Игорь Левин вместе с легендарным Марком Розовским Создали мюзикл «Шерлок Холмс и пляшущие человечки» К этой премьере музыкального театра также вполне подходит эпитет «Мировая», поскольку спектакль аналогов не имеет Мы работаем 19-й год, это первый мюзикл Это настоящее, настоящее чудо Мне кажется, что самое главное – это факт создания российского мюзикла Своего отечественного мюзикла Здесь интересно сочетание танца, мультимедии, хорошей актерской игры, замечательной мюзиклы И, наконец, наступил момент, когда в Ростове появился свой международный хореографический фестиваль Ради такого стоило ехать из Москвы, я не знаю, на край света, наверное И сразу начать с такого потрясающего балета – это дорогого стоит Сто с лишним лет назад в Ростове родилась великая балерина Ольга Списивцева Теперь ставшим традиционным хореографический фестиваль носит ее имя В свое время, когда ростовская опера впервые была представлена на исторической сцене Большого театра России Его генеральный директор констатировал Большой театр – коварные темы После спектакля могут быть очень вежливые Аплодисменты, но успеха нет Вчера, те, кто наблюдал за тем, когда закончился спектакль, обмануть это невозможно Была абсолютно искренняя энергетика благодарности зрителей за тот спектакль, который был Я вас с этим искренне поздравляю, потому что это не так часто бывает в Большом театре С тех пор артисты Ростовского музыкального не раз выходили на эту историческую сцену Осенью 21-го года театру выпала честь открыть шестой всероссийский фестиваль «Видеть музыку» Я бесконечно рад, что Ростовский музыкальный театр оказался, как всегда, впереди планеты всей И в начале сезона уже собрался на такие гигантские гастроли Было решено показать в Москве три спектакля – балет, оперету и оперу Все три спектакля на главной сцене страны сопровождал аншлаг Я прилетела из Лондона специально на гастроли Ростовского театра И просто я в восхищении от всех трех представлений, которые я здесь увидела Турандот зашкаливает по всем параметрам В год культурного наследия Ростовскому музыкальному театру Выпало выступить в Северной столице в программе «Дни культуры Ростовской области» Впервые на сцене Мариинского театра зрители смогли увидеть оперу «Турандот» В постановке донских артистов Когда есть ансамбль в театре, это самое главное Когда все работают как один человек Независимо от того, поет он или он танцует То есть роскошный балет, роскошный оркестр, роскошные солисты и постановочная часть Главная голова театра Вот я поражаюсь тому, сколько сделал Вячеслав Митрофаночку еще для этого театра Сегодня это абсолютно столичный коллектив На историческую сцену Мариинского театра Ростовчане привезли балет «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева В авторской постановке главного балетмейстера театра Ивана Кузнецова Впервые артистам предстояло работать на покатной сцене На самом деле о таком и мечтать не приходилось В принципе, всю эту неделю наших ребят настраивали на то, как нужно себя вести Как тело должно себя вести на покатной сцене Сегодня хорошо провели репетицию утром И я в наших ребят верю Я думаю, что им удастся рассказать эту сказку так, как мы с коллективом и задумывали это Из гастролей мы уже второй день проводим, второй вечер в таком прекрасном обществе Спасибо огромное Ростовскому театру Просто замечательные гастроли Огромная радость в Санкт-Петербурге, правда Очень сложная труппа, очень хороший продоволец Солисты замечательные Все сцены замечательно читаются Особо художник по свету хороший Потрясающе, спасибо огромное Эмоций очень много Великолепно Какая игра, какие движения, какая легкость Это было потрясающе Он придет всем вам сказать спасибо Вы просто молодцы Вам хочется приходить От вас На вас не насмотришься От вас не доставайся Редактор субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»